Ну, то, что северная и южная части Кореи, разделенной в результате Второй мировой войны, рано или поздно должны воссоединиться, это никого на территории самой Кореи не сомневает. В каком формате они воссоединятся, это решать им. Насколько мне известно, обе половины Кореи уже давно выработали общий подход, заключающийся в том, что у одного государства может быть две разных хозяйственных системы, как, скажем, в Китае принявшим в себя Гонконг после 99 лет разделения. Что же касается северокорейской угрозы ядерным оружием, то это совершенно естественное поведение с учетом того, как ведут себя Соединенные Государства Америки с теми, у кого нет ядерного оружия. То есть, грубо говоря, все северокорейское бряцание атомом – это всего лишь требование к Соединенным Государствам Америки не вмешиваться во внутрикорейские дела и не мешать переговорам. Ну а кто из кланов, правящих в обеих половинах Кореи, останется наверху после их воссоединения, это решится впоследствии. Но, насколько мне известно, клан Кимов несколько раз предлагал формат воссоединения, при котором сам этот клан оказывается довольно далеко в стороне от власти.